Несколько лет Кару Бондарь прожил в ожидании расстрела. К смертной казни его приговорили в 90-х за двойное убийство. Признается, было страшно. До сих пор хорошо помнит день, когда узнал, что приговор в исполнении не приведут. Это было в 1999 году. 30 декабря начальник СИЗО ходил и объявил, что вышел Конституционный суд, решил, что смертная казнь незаконна. Отказаться от смертной казни в Украине решили в 95-м. Это было одним из условий вступления в Совет Европы. Кару вспоминает, в замене наказания тогда обрадовался, хоть и получил срок до конца своих дней. На жизнь теперешнюю заключённый не жалуется. Работаем в субботу, смотрим телевизор, новости, фильмы всякие. Работа такая, лёгкая. Телевизор, часовая прогулка в каменном колодце и круглые сутки в заперти. Редкие встречи с близкими, впрочем, от многих они отвернулись, только через стекло. Это сектор повышенной изоляции, в котором живут осуждённые на пожизненное. В Темновской колонии таких около 70. Загубленных жизней на их счету на порядок больше. Человек, который пошёл на это сознательно, он не нужен ни государству, ни обществу. Это лишний человек. Игорь Чернолих год назад потерял сына. Дерзкое нападение на воинскую часть тогда всколыхнуло весь Харьков. Солдат погиб на службе в мирное время. Преступника суд приговорил к пожизненному заключению. Смириться с утратой родные парни не могут до сих пор. Уверены, человек, убивший преднамеренно, жить не должен. Честно говоря, я думаю, со мной согласятся люди, которые прошли через это, кто потерял родных своих, они бы разорвались своими руками. Нужно дать государству делать это путём закона. Закон накарать расстрелом за особо тяжкие преступления предлагают коммунисты. В пояснительной записке к очередному законопроекту о смертной казни приводят статистику. Убийств с особой жестокостью становится больше. Содержание заключённых пожизненно обходится в миллионы. В КПУ уверены, из-за мягкости законодательства в обществе пропадает чувство защищённости и справедливости. Человек, который лишил жизни многократно других людей, сделал это не один раз, сделал это с особым цинизмом, с особой жестокостью, преднамеренно. Если тем более это сделано по сговору группой лиц. Но вы понимаете, что у людей возникает чувство какой-то несправедливости, что как же так, а теперь он будет жить. Но точно знать, этот ли человек совершил преступление, не может никто, уверены юристы. Одному из подзащитных Валерия Малокосусова грозит пожизненное заключение. Парня обвиняют в громком тройном убийстве на Салтовке. Да вот доказать его вину не смогли две судейских коллегии. Сейчас я знаю, сколько, много, к сожалению, судебных ошибок. Я даже не могу представить, сколько было бы, если применять эту меру наказания, сколько бы беды произошло. Поэтому я считаю, что категорически нельзя. Правозащитники подобные законопроекты называют обычным пиаром. Вернуть смертную казнь предлагают почти в каждом созыве парламента. Но поддержки большинства инициатива не находит. Ведь тогда на евроинтеграцию Украины будет поставлен жирный крест. Да и преступность, смертельное наказание вряд ли снизит. Популистские эти законопроекты, они обращены к самым худшим сторонам человека. То есть совершенно неприемлемы в демократическом обществе. Сегодня смертная казнь применяется почти в 60 странах мира. Но и там не удается искоренить насилие. В пенитенциарной службе соглашаются. Доказать связь между жестокостью наказаний и количеством особо тяжких преступлений практически невозможно. Так однозначно нельзя сказать. Это болезнь общества в целом. Поэтому много программ, грантов. И в Европе еще совсем нехорошо. В европейских странах, в которых тоже вроде бы правовая культура якобы выше, чем у нас. Но преступность тоже имеет очень большой процент. Становятся ли жестокие убийцы на путь исправления – тоже вопрос спорный. С каждым осужденным пожизненно работают психологи по индивидуальной программе. После 20 лет изоляции заключенный может попросить о помиловании. Кару Бондар верит, что еще встретиться со своей семьей не через стекло. Есть надежда. Все-таки надежда умирает в последнем, как говорится. Евгения Дашкевич, Виталий Осмачко, Борис Буцевич и Павел Кубраков. Объектив неделя.